Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, сегодня, сегодня будоражащее воображение тема нашей программы. Она будет касаться того, о чем мы говорим все. Для нас это все практически. Как вы уже наверняка догадались, интриги нет. Мы говорим сегодня о рынке сырья. Нефть и газовый рынок, внешний фон диктует цены на сырье. Так называется, собственно, сегодняшняя программа. У меня в гостях, представляю с удовольствием, Виталий Громадин, аналитик институционной компании «Арбат Капитал». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. И Виктор Марков, старший аналитик «Капитал управления активами». Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Вопрос на засыпку. Как настроение вообще? Настроение. Ну, сейчас передали, что погода будет хорошая. Так. Завтра. И, соответственно, учитывая то, что фондовый рынок в последнее время немножко ожил, то настроение вполне хорошее. Конечно. Смотрите, погода хорошая. После отпуска рабочая. И рынок. А ты в отпуске был недавно, что ли? Ну, был, конечно. Ну, все-таки летом. Ну, недавно. Все, в принципе, ну да. Где был-то, не секрет. Да я в деревне. Это самый лучший отпуск, я тебе так скажу. Самый лучший отпуск. Можно поспорить, наверное, все-таки. Ну, что спорить-то? Все, чтобы я из деревни, вот наши коллеги, ваши, да, коллеги, они... Чистый воздух. Конечно. Они выглядят, цвет лица у них замечательный, понимаешь, настроение великолепное. Работоспособность повышается. Я уж не знаю, что они там едят. Опять же пробки. Опять же пробки, да. Совершенно верно. Ну, да ладно. Я очень рад, по крайней мере, что настроение у вас боевое. Уважаемые слушатели, вам напоминаю. Телефон в студию, по которому вы можете позвонить и задать вопрос моим гостям, поделиться собственными наблюдениями. О погоде, о природе и о рынке, желательно. Это 6510996, код Москвы 495. Также есть у вас способ задать вопрос, написав его на сайте finam.fm. Заходите на сайт, там, собственно, есть ссылочка, и на ваши вопросы мы с удовольствием ответим. Ну, и начиная программу, опять традиционно, рисуем картину маслом. Итак, в Москве 1807. Американцы торгуются вяло-вяло, и смотрим, что же происходит сейчас на мировых финансовых площадках. Основные индикаторы американского фондового индекса снижаются. Небольшое снижение, правда, но тем не менее. Доу Джонс – 0,04%, S&P 500 – 0,2%, но на красной территории. Наши сегодня традиционно отличились. РТС в моменте теряет практически 2%, 1,8% в минусе. ММВБ скромнее, меньше процента, 0,7%. Ну, это связано, естественно, с тем, что существует валютный риск, да, как известно, индекс РТС долларовый, ММВБ рублевый. Далее, ну, можно сказать об индикаторах европейских фондовых рынков, да, ну, в частности, ФУЦИ у меня есть. Но они все, в принципе, сегодня в отрицательной территории. Для этого есть причины, мы о них сегодня поговорим. Сырьевые рынки. Тема, напоминаю, у нас сегодня как раз касается этого. И, мне кажется, да, об этом стоит поподробнее, сейчас, по крайней мере, на это стоит поподробнее указать. Бренд ниже 1004, 113,7% текущая котировка. И сегодня, ну, я бы правильно так сказать, наверное, да, вчерашнее закрытие американской сессии. И сегодня, да, естественно, присоединились к этому все остальные. Как раз достаточно драматично складывались ситуации на сырьевом рынке. Также, помимо этого, золото, 1770, ну, здесь без видимых изменений. Основной набор голубых фишек в основном в отрицательной территории. Ну, а индикаторы валютного рынка, это тоже, мне кажется, да, стоит подчеркнуть. Евродоллар сегодня, ну, я боюсь говорить, начал долгожданную корректу. Но, тем не менее, на фигуру он провалился от максимумов пятничных, да, текущих 30.50 текущая котировка. Ну, по крайней мере, по крайней мере, это что-то. Если уж не говорить об австралийском долларе, опять-таки, да, мы его в эту кучку сегодня наверняка с вами положим. Все-таки австралийский доллар – это индикатор сырьевой. Так вот, у него глубокая коррекция, я вам хочу сказать. Достаточно глубокая. И, собственно, сейчас начинаем разговор вокруг всего этого. Почему это так, отчего это так. Не случайно, еще раз напомню, внешний фон, да, регулирует цены на сырье. Итак, давайте говорить прежде всего о внешнем фоне. Что это за, что за событие? Ну, давайте, Виктор, отсюда начнем. Что обрушило цены на нефть? Вчера под закрытие Америки, ну и сегодня, собственно, что случилось? Ну, во-первых, цены на нефть выросли несколько дней назад на запуске программ количественного смягчения Соединенными Штатами. А во-вторых, было обострение на Ближнем Востоке. Что так же… Что так же было, оно продолжается, собственно, да? Добавило. Оно поддерживает. Кулятивный эффект, вот. Но надо понимать, что цены на нефть высокие, они тормозят мировую экономику. И спрос на такую дорогую нефть, конечно, ограничен. И он может расти только в моменте. Что мы и видели, собственно, да? В моменте. Объявление о Куе-3 и вот вам, вау, мама, не горюй. Нет, ну, тем не менее, вот какая-то была спекулятивная новость, да, что прошло, почему рухнуло. Ну, вчера очень интересная ситуация была. Мне кажется, до сих пор разбираются, почему. То есть, именно ближе к 10 вечерам по-нашему времени очень большие объемы, то есть, экстремально большие. Видимо, это связано с роботами на рынке. Ладно, все на роботах. Вот вы нашли, на кого валить теперь. Нет, ну, есть какие-то продажи, есть крупные продавцы. И сразу вмешиваются как раз роботы, которые пытаются поймать движение. Быстренько продать, потом может купить, откупить. И это усиливает. Ты говоришь об объеме где, на форце? Нет, я говорю именно по нефти. Вчера 3 доллара потерял она буквально за... На чем, что опять подвели роботы? Ну что? Нет, ну, возможно, закрытие контракта считается от октябрьского на Наймикс. Ну, не знаю, какие могут еще причины, но может быть именно коррекция такая пошла. Смотрите, во-первых, ну, мне кажется, это была не секретная информация, не инсайдерская. Я сегодня с утра уже вдогонку, я, значит, читал какое-то СМИ, где было сказано о том, что американцы опять балуются вот этой, ну, я бы так сказал, разменной картой. Они говорят, ежели что, ну, действительно, вот, я с Виктором абсолютно согласен, с одной стороны, знаете, парадокс, да? С одной стороны, Бернанке объявляет Куэ-3, понимая, что дешевые деньги сейчас пойдут, ну, и в сырье в том числе. Во что бы то ни было, они пойдут, куда? В первую очередь, в сырье, в первую очередь. А потом начинают разводить руками. Бах мой, а как же мы будем развиваться-то, да? Мы безработицы и бороться, как будем поднимать Америку с колен. Во-во-во, да, с такой нефтью. И сегодня, вот я, собственно, на это хотел сориентировать. Ведь сегодня опять прошла в СМИ информация о том, что... Я уж не помню или там не увидел, кто это сказал, но тем не менее, да? Ежели что, говорят они, мы распечатаем стратегический запас. Вау! И мы увидели то, что увидели. Опять речь идет о том, что именно внешние факторы, да? Ну, я... Ты уж извини, Виталий, я понимаю, у тебя личная ненависть к роботам, видимо, какая-то. Не, но то, что роботы, это несерьезно, говорит тот факт, что я ни разу не слышал, чтобы нефть выросла из-за роботов. Ну, конечно. Вот когда падает, то это роботы. Это виноватые роботы. Да, уже... Не, был тоже момент, когда в 2008 году, когда нефть, типа, все время падала, падала, и вдруг резко выросла, там, долларов на... Виноватый робот был. Ну, это было тоже закрытие коротких позиций, может быть, усиленно. Не, не, ну, понятно, это... Давайте так, все это вполне может быть, но это на уровне анекдотов. Я сейчас вспомнил, это было, по-моему, в 2011, что ли, году, помните, да? Ну, до смешного уже, потом объяснили это так, что-то там какая-то была просадка, по-моему, в Проктор-НГ был что-то. Трейдер облокотился. Он упал лицом в салат, там... Он очень устал, облокотился, да. И, значит, место миллиона, там, что-то... Бывают технические сбои, кстати, да. Нет, ну, это забавно, это как минимум забавно. Ну, а слухи о раскрытии стратегических резервов, они шли уже пару недель, может, больше, там, несколько недель. Ну, не знаю, да, я согласен. То есть, в принципе, это не может быть, она так резко... Это не свежая новость, я согласен. Нет, это просто послужило поводом, потому что нефть сильно выросла, потенциальные, как бы, продавцы, шартисты, они ждали подходящего момента. Согласен. И на эту новость сыграли. Более того, да, Виктор, я с тобой согласен, ну, и мы понимаем, даже рост последний, да, и сырьевых активов, в том числе, он спекулятивнее. Он неоправдан. Неоправдан, конечно. Ну, пообещали денег, и давайте быстренько все покупать. И надо найти повод, чтобы, ну-ка, фиксануться, например. Вот, главное, я думаю, что падение нефти действительно было предсказуемым, но вот именно эти меры стимулирующие, они были главным риском, который мог поддержать нефть и дать дальнейшие движения. Потому как вот сам рост нефти, даже, пускай он спекулятивный, но на таком большом промежутке времени, он, себестоимость нефти, он все-таки увеличивает. Изусловно. Энергии, все там, то есть инфляция в экономике. И вот эта маржинальная стоимость нефти, она, в принципе, вот как рынок, он все-таки на ожиданиях нефтяное торгуется. И вот он мог предположить, что, допустим, себестоимость нефти, которая вот самая такая дорогая, которая нужна для спроса, ну, как по покрытию спроса, ну, вот она уже выросла где-нибудь до уровня 100 долларов, может, 110. За пределами. Место там, то есть, 80-90, как раньше. Ну, то есть, можно сказать, что нефть выше 100 долларов, это уже спекуляция. И здесь всегда есть риск то, что цены обвалятся очень быстро. Согласен, согласен с вами. Давайте мы так сделаем. Мы не будем гадать, конечно, да, что послужило, что не послужило, хотя всегда интересно все-таки, да, понять, на какие события влияют котировки, в том числе сырьевые. Будем, ну, по крайней мере, итогом первой нашей с вами, первой нашей части разговора будет то, что, безусловно, цены на сырье, в том числе, очень подвержены внешнему фактору. Сейчас прерываемся, слушаем новости в исполнении Насти Юрьевой, потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем важную тему, хотя все наши темы важные, чего там скрывать. И, тем не менее, сегодня говорим о нефтегазовом рынке, о том, как внешний фон, преимущественно все же, да, хотя, может быть, мы найдем и какие-то внутренние истории, внешний фон диктует цены на сырье. Сегодня в гостях у меня Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» и Виктор Марков, старший аналитик «Капитал управления активами». Добрый вечер, коллеги, еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы несколько нетрадиционно. Дело в том, что у нас есть звонок, да, во время чтения Настяных новостей. Позвонил наш слушатель Евгений. Давайте его выслушаем, ответим на него, на его вопрос и продолжим. Итак, Евгений, добрый вечер. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Алло, да, здравствуйте. У меня вопрос по драгоценным металлам. Как вы оцениваете возможность корректировки по серебру до уровня 30? В крокосрочной перспективе, да. То есть это до выборов, поединских выборов, до выборов в США. Я понял. Золото не интересует вас в этой связи? Больше серебро. Честно скажу. Почему такой вопрос? Потому что на одних ожиданиях оно достаточно сильно выросло, на 30%, еще до всяких там объявлений. А вы, кстати, сейчас не перед терминалом, вы не видите, что происходит сейчас с серебром? Нет, сейчас нет, нет, нет. Просто в моменте рост бешеный, да, сейчас уже 34,70 и 35 практически потрогало. Вот сейчас я... Если честно, она всю неделю колеблется. Нет, 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 вот я еще раз говорю. 15 минут назад, да, новый хай, 35, чуть выше даже. Вот сейчас идет небольшая коллекция. Я понял ваш вопрос, спасибо, спасибо, Евгений. Ну что ж, друзья мои, сможем мы ответить на вопрос Евгений? Да, конечно, сможем. Ну, давайте так, чтобы... Мне это проще, я перед терминалом, да, я вижу, что происходит. Значит, текущая цена на серебро 34,70, как я уже сказал, только что был перехай, 35 уже потрогало, значит. Ну и тут ориентиры какие у нас? Январский максимум 38 этого года, да. Ну и берем там сентябрьский прошлого, не сентябрьский, летний максимум, там 40, ну и неважно. Значит, Евгений задал, да, как, можно ли точнее, да, в краткосрочной перспективе он определяет эту перспективу до выборов в Штатах, 6 ноября, я напомню, эти выборы. Можно ли ждать коррекции, существенной коррекции в серебре? Мне кажется, в краткосрочной перспективе коррекцию ожидать стоит, но если брать долгосрочный период, то так как серебро корректирует, коррелирует с золотом, а золото будет расти, то в долгосрочной перспективе на рынке серебра можно ожидать рост. Я понял. Замечательный ответ, ну я так понимаю, Евгений, поэтому интересуется, он хотел бы купить, но на хаях все-таки это не очень профессионально, вот желательно, чтобы серебро откорректировалось. Ну если он покупает на длительный период, то можно и сейчас даже. Да, если он покупает на месяц, то здесь, конечно, есть опасения, что он попадет на коррекцию. Как обычно и бывает, да? Виталик, ты что скажешь? Ну я за металлами не слежу, конечно, но в принципе... Ну с технической точки зрения, вот просто я сейчас... Ну с технической точки зрения, я думаю, что все-таки будет на подъеме, как сырьевой товар, допустим, какой-то приток денег будет приходить, как в золото и в серебро, наверное, тоже. Это логично, я понимаю. Но здесь можно добавить, что золото это как бы тихая гавань, страховой актив, и все страхуются в нестабильный период, а сейчас кризисный период, мировая экономика нестабильная, финансовый кризис в Европе, и поэтому на этих, как бы, на этом негативе золото растет. И будет расти. Прежде всего, куда их, да, что-то реальное, во что-то реальное их надо вложить. Приведет это к росту экономики, как бы, это большой вопрос. Это не факт, конечно. Большой вопрос. А вот к инфляции это привести может. И в этом случае и золото, и серебро, это еще и спасение от инфляции. Поэтому здесь традиционно мы говорим, да, золото, серебро, это активы, которые обречены на рост. С другой стороны, если вы спекулянт, нужно найти хорошую точку входа. Правильно говорит Виталий, сейчас вот войдешь, и, простите, Виктор, да, об этом говорил. Здесь надо применять теханализ. Конечно, сейчас войдешь и сразу на коррекцию, и все, и попал. Если чего-либо еще там маржинальная торговля, вот он, здравствуй, дядя маржинал. А если еще неопытный инвестор, распугается, закрыл. Ну, Евгений опыт, и вообще у нас в основном опытные инвесторы нашу программу слушают. Это нормально. Хорошо, спасибо, и продолжим, продолжим, продолжим. Мы говорим о внешнем фоне, что конкретно может определять динамику, да. Ну, давайте вернемся к сырью, хотя еще раз повторю, да, и промышленные металлы в данном случае, наверное, стоит упомянуть, драгоценные, мы только что поговорили. Вот, о чем идет речь, да, о каких, ну, может быть, макроэкономических параметрах, о каких политических, да, вот Виктор, опять об этом начал, что может влиять на стоимость? Ну, во-первых, влияет рост мировой экономики, которая сейчас замедляется, также, если брать развивающиеся страны, то здесь, конечно, на сырье самое большое влияние оказывает Китай, ну, и также Индия. Вот, экономика в Китае пока замедляется, но по-прежнему растет высокими темпами, и сейчас правительство Китая делает все для того, чтобы стимулировать внутренний спрос, и восстановить темпы роста, ну, хотя бы не ниже 9%, если Китаю это удастся, то... А с чем связано то, что руководство Китая, ну, по сути, переориентируется на внутренний спрос, да? Ну, потому что большая часть продукции Китай экспортирует, а в Европе кризис, экспорт упал. В Штатах та же самая история, да, плюс еще там есть некая политическая составляющая, Виталий, присоединяйся, да, когда буквально не дали, как вчера, Обама заявляет, что, ребята, накануне выборов, тем более, да, я буду за своих производителей грудью стоять. Что-то он там придумал. Читал-то, нет? Нет, я вот хотел сказать о статданах по спросу на нефть в Китае, он упал в августе до двух... До двухлетнего минимума. Да, двухлетнего минимума. Двухлетнего минимума, вот. На 0,8% в прошлом году. Да, 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 это уже... Он говорит о том, что Китай замедляется. Кстати, на этой неделе будет у нас... Ну ладно, продолжайте, забыл я. Ну, я хотел сказать, что вот именно статистические данные, вот о росте запасов в ОСН, в развитых странах, которые восполнились к уровню 2010 года, благодаря росту добычи в Саудовской Аравии и в других странах ОПЕК, и плюс в Америке. По последнему обзору анализиков плац в Америке добыча может вырасти на 5 миллионов баррелей в день за следующие десяток лет. Это как бы огромное количество новой нефти, которой раньше не ожидалось, и импорт, если сейчас составляет 45% от спроса на нефть в Америке, то вот как раз через десяток лет он будет только 5% составлять. Это полностью может изменить рынок, и понятно, что вот такая высокая цена нефти, она только из-за ирана, и эмбарго против него была в последнее время. К этому вот приплюсовал сейчас новый пакет стимулирующих мер, и рынку еще предстоит оценить, насколько эти стимулирующие меры, они смогут спрос на нефти, темпы поддержать его. Потому что с начала года прогнозы международных участковых агентств, они постоянно снижались, и там где-то на 500 тысяч баррелей в день уже меньше прогноз спроса в этом году, ну и на следующем тоже. То есть вот сейчас такой момент интересный, когда будут смотреть на именно как эффект на экономику, если из Европы придут какие-то плохие данные, опять же по, ну как сегодня тоже из Испании. Они придут. Они придут обязательно. Испанские сегодня десятилетки, 6% уже торгуются доходностью. Вот вам, мама, не горюй. Конечно придут, кризис никуда не делся. Я, если позволите, подрезюмирую, то есть если я правильно понимаю, да, что высокие цены на нефть, вот сейчас конкретно, они связаны с тем, что, а, существует некая геополитическая составляющая, правильно? На Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке проблема, она не решена. Она постоянно возникает. Ну она так, она так. Тлеющий такой. Белого, бого, бого. Костер такой тлеющий, да, что там не разгорается. Причем понятно, почему он не разгорается, потому что американцы до выборов в любом случае ничего трогать там не будут. Но новость пришла, что они хотят же учения производить, там, буквально 30 стран. Учение в данном случае будет как выглядеть? Мы грозим пальцем, да, имейте в виду. Мы, конечно, сейчас не лезем в это дело, у нас не то время. Но ежели что мы вот, вот у нас эсминецка, вот бицеп, бицеп, видите? Это мой бицеп, вот это мой трицепс, так вы имейте в виду на всякий случай. Израиль сейчас, он как-то находится в изоляции относительно своих планов, атаки. Так же Иран, да? Совершенно верно, совершенно верно. То есть сейчас так вот такой диалог, это раз. И дальше идет макроэкономическая составляющая. Ну прежде всего, да, высокие цены на нефть сейчас подогреваются вот этими деньгами. Ку-е-3. Неважно во что это выльется, но тем не менее спекулятивная составляющая очевидна. Теперь еще один момент. Вот, Виктор, да, ты начал о Китае рассказывать. Мне кажется, это тоже в данной ситуации имеет ключевое значение. Замедление Китая, вот я даже в самом начале говорил, вот здесь австралийский доллар. Да, против доллара США. Ну, традиционно мы называем его либо индикатором риска, так называемого, либо если непосредственно смотреть на Австралию, да, сырьевой, да, сырьевая валюта. Австралия это основной поставщик, да, промышленных металлов в Китай, а Китай это основной рынок сбыта. И ежели что в Китае не так, вот то, о чем мы говорим, сразу Австралия говорит, ой, мама моя. И австралийский доллар пошел нет. И вот я не случайно говорю, значит, на валютный рынок смотрим, да, ну, там, основной набор там, мажоров так называемых, евро-доллар чуть-чуть начал корректировать, фунт стоит на месте после пятничных вот этих взлетов, а австралийцы уже прошел, серьезно. Вот это может быть сигналом или там каким-то опережающим индикатором? Ну, как бы, несколько всегда сигналов здесь и экономика, там, валюты, спрос, там, регионы, которые потребляют очень много энергоресурсов. И сейчас, вот, если все просуммируют, то можно сказать, что, вот, это, как мы уже говорили, вот этот рост, там, 117 долларов, это, конечно, спекулятивная цена. Спекулятивная исключительно. И она сейчас ни на чем не держится, и малейшие там сигналы по поводу, там, распечатывания американских месторождений, да, это как раз вот стало сигналом, толчком к тому, что вот нефть скорректировалась. Опять на базу, к уровню 100 долларов, где может быть вот такой баланс, который, ну, всех более-менее удовлетворяет и производителей, и потребителей. И спекулянтов, да, и покупателей, и продавцов. Да. Как в таком случае мы с вами, да, мы с вами говорим. Я понял. Хорошо, спасибо. Значит, ну, собственно, не так много времени осталось во второй части нашей программы. Я хотел бы проанонсировать, да, в следующей части мы будем говорить непосредственно о российском рынке, и о фондовом, и об отрасли, да, который нас волнует. Ну, и о рубле обязательно мы поговорим, потому что, как известно, здесь все завязано. Поэтому, уважаемые гости, я прошу вас вот на этом сосредоточиться. А для слушателей, я напоминаю, у вас есть возможность позвонить, задать свой вопрос, поинтересоваться и ценами на нефть в ближайшей перспективе, и как будут чувствовать себя акции нефтегазовых компаний отечественных. Ну, и, наверное, какими-то перспективами в смысле рубля, потому что рубль сегодня тоже, кстати, танцевал. Ну, а сейчас, по традиции, мы послушаем новости. Настя их замечательно читает. Прошу прощения, уважаемые слушатели. Ну, вы понимаете, дело такое, торговля ни на минуту не прекращается, поэтому мы решили за кадром пообсуждать. И вот, видите, немножко промахнулись. Но, тем не менее, я напоминаю еще раз, в эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о том, что происходит на нефтяном рынке. Сейчас говорим об отечественном рынке. И в гостях у меня сегодня Виталий Громанин, аналитик институционной компании «Арбат Капитал» и Виктор Марков, старший аналитик «Капитал управления активами». Добрый вечер. Телефон в студию 6510-99, сайт компании «Финам.ФМ». Присоединяйтесь к нашему разговору, он сегодня увлекателен. Ну что ж, давайте посмотрим на отечественный рынок. Кстати, вот то, что заставило нас немножко отвлечься, это динамика падения основных индикаторов. РТС уже больше 2% теряет, да, МВБ уже за процент вышел. То есть, все так достаточно весело, в кавычках, конечно. Итак, что же можно сказать по поводу отечественного рынка, ну, этой отрасли, по крайней мере, может быть, отдельных эмитентов? Ну, можно сказать, что, если говорить о сегодняшнем дне, о рынке, то рынок в предыдущие дни подскочил на новостях о новых мерах по количественному смягчению. Но так как эта мера, ну, напрямую не оказала никакого влияния, там, на ту же американскую экономику, и перспективы тоже непонятны, ну, к какому эффекту она приведет. А единственное, что мы увидели, это рост сырьевых активов, рост нефти. Вот, ну, а так как нефть упала, и я считаю, что следом за ней упал и российский рынок. То, что мы сегодня увидели. Да, да, ну, и в частности, естественно, да, нефтянка все. Да, если вот про нефтегазовую отрасль говорить, то я, в принципе, ну, так, если посмотреть по компаниям, как-то не видно идей, которым можно было бы доверять. Да, доверять в текущий момент все-таки, да, кажется, ну, как на нефть смотришь, все-таки ближе к падению, так, ну, вероятности, больше вероятность. И если среди нефтегазовых компаний искать, то, опять же, идеи остаются только в свободности ГАЗ, там, PREV, который дивиденды обещает, может быть, там, до 23,5 он, скорее всего, вырастет. Ну, цель такая, да, а 25 рублей, если какие-то еще дополнительные катализаторы, вот, в плане отчетности, по-моему, СФО, которые они хотят ввести, реструктуризации компании, то есть структура, они будут более прозрачные, лучше может управление. И инвесторы будут больше доверять компании, ну, помимо каких-то других-то факторов, как казначические акции, то есть, как действительно, там, кто контролирует компанию. А если голубые фишки смотреть, такие, как там, Роснефть, Лукойл, Лукойл вырос уже очень хорошо, отлично, Роснефть и дополнительные акции, дополнительные дивиденды объявила, но это такой фактор малозначительный. Все-таки у Роснефть огромное капитальное вложение в этом году, и ей нужно много денег на модернизацию своих НПЗ, а по Газпром, вот, вот, он тоже вырос хорошо, и, мне кажется, должен все-таки упасть, потому что столько ударов по нему было нанесено. Сколько можно расти уже, да? Да, против него антимонопольное дело завели, это в Европе, и он пытался как-то отыграться на внутреннем рынке, хотел сократить, значит, закупки у независимых производителей, но ему это не дали, и вот, видимо, сейчас вот для Газпрома я вижу только один выход, это вот, наконец-то, цену поставок в Китае объявить, ну, то, что они договорились. Не, ну, объявить-то, я так понимаю, о нем договориться надо. Надо договориться, да, должна быть высокая цена. Объявить-то они, пожалуйста, хоть сейчас объявят. Да, в Европе насчет нефтяной привязки цен недовольны, ну, и Китай, конечно, тоже не хочет. Но ты хочешь сказать, что это именно Газпром, да, перетягивает? Или там все-таки свои интересы пытаются? Пока Китая хватает газа, конечно, но если на долгосрочную перспективу, все-таки Китай мог бы согласиться. Потому что в Европе-то понятно, от чего Бучу подняли, правильно? Да, ну, конечно, потому что там дезинфикация у них получилась. Конечно, они не справляются, давайте будем сейчас вот это самое, разборки устраивать. Я думаю, пока вот неэффективное управление Газпромом сказывается, все-таки они, ну, как, нельзя прямо сказать, что неэффективные, но в последнее время достаточно неудачные решения. Все это так накладывается, и как если они с Китаем до конца года не договорятся, как-то уже могут потерять момент, и уже, то есть им нужно реформы производить там, действительно. То есть как-то свои проекты по строительству газопроводов тоже как-то отдельно, то есть рассматривать. Может быть, они не нужны в Европу, по крайней мере, Южный поток, мне точно кажется очень странным, так как вот, как в Европе, могут уменьшить свои потребности в Газпромовском газе, учитывая вот до конца года, допустим, в США будет объявлено решение относительно экспортных терминалов СПГ, то есть будут ли они экспортировать в большом объеме свой газ, дешевый, который в Америке. Ну, вот как-то нужно гибче шаги предпринимать, да. И я с тобой согласен, конечно, нужно гибче смотреть на эти вещи, потому что мы привыкли с позицией монополии со всеми разговаривать. Я хочу немножко похвалить Газпром. Ну, учитывая, что ему досталось от Виталия, да, давай пару слов скажешь. Во-первых, он увеличил дивиденды, то есть он пошел навстречу инвесторам, потому что его акции последние два года хуже рынка смотрелись, и уже все, как только не ругали Газпром, это позитивный момент. И второй момент, Газпром отказался от разработки Штокмана, потому что нет никакого смысла его сейчас разрабатывать, поскольку в Европе затоваривание газа, а экспорт СПГ тоже под большим вопросом. И здесь вот такие вот небольшие позитивные шаги. И учитывая то, что дивиденды выросли, я думаю, это какой-то интерес немного повысит как-то. Естественно, да, дивиденды, я согласен, конечно, они смотрятся хорошо. Они поэтому и поднимают дивиденды, да, заходы, чтобы заинтересовать инвесторам. Других-то идей нет, ну, точнее, они все отрицательные. Ну, вот Новотек, допустим, Ямал СПГ, он хорошо развивает проект тоже по экспорту жиженного природного газа, а вот Штокман Газпром, он не получает льгот до сих пор налоговых, которые дают Новотеку. Но тоже вот такой фактор, все-таки больше поддержка ощущает Новотек именно в России от правительства и Газпром обделен внимание. Неожиданно как-то при этом, да? А потом, если говорить о нефтяной отрасли, то здесь стоит сразу сказать, что она облагается очень высокой нагрузкой налоговой, и это, конечно, сдерживает развитие нефтяных компаний, не позволяет им, ну, планирует на более отдаленную перспективу, так как все налоги, все доходы изымаются. И это, конечно, сдерживает инвесторов от вхождения в акции нефтяного сектора. Я думаю, да, правительству надо прийти все-таки к перекладыванию налогов с выручки на налоги с прибыли, как вот в других странах, нефтедобывающих. Ну, это правильно, я единственное, что, слушая вас, как ты даже так стал, пожалел немножко нефтяников. Тяжело им живет, Газпром уже пожалеет. Да, бедолагам тяжело. Хорошо, если я правильно понял, уважаемые мои коллеги, значит, мы сейчас с вами, ну, вы, точнее, озвучивали некие рекомендации по отрасли, да, под названием «нефтяная». Отдельные бумаги были выделены, но в целом, тем не менее, да, Виталий, правильно я тебя понял, ты смотришь негативно на эту отрасль, ну, с точки зрения инвестиций. Да, в текущий момент я все-таки смотрю как-то на... Более того, ты ждешь снижения цен на нефть, если бы ты был активным спекулянтом, то ты сейчас активно шартил бы все, что можно. Где-то, до середины октября, да. До середины октября, Виктор. Ну, я хочу сказать, что нефтяные акции, они будут вести себя вместе с рынком, потому что, ну, как рынок, так и акции, и как что-то существенное здесь ожидать не приходится. Тем более, что мы говорим, да, у нас прямая связь. Отечественный рынок, он прежде всего завязан на ценах на нефть, будут цены на нефть идти вниз, ну, а дальше, дальше вы все слышали, слышали, извините. Ну, я хочу сказать, если нефтяные компании последуют, к примеру, там, Газпрома, Роснефть, и будут увеличивать дивиденды, то это будет... Позитивно. Позитивно, да. Будет, да, такая замануха. Это нормально. Их будет правительство ругать, будет считать, что они мало средств именно в разработку, на разведку. А все на увеселение все, да, на дивиденд, на увеселение. 25%... Акционерам. Акционерам, конечно. Конечно. На хлеб насущный. Хорошо, спасибо. Давайте немножко отвлечемся от отрасли под названием нефтяная, потому что есть вопрос от нашего слушателя Александра, заметьте, из Нижневартовска. Нижневартовска человек. Это нефтяная. Это нефтяная, да. Наша все там. Вотчина. И тем не менее, он интересует акции Сбербанка. Ну, я, собственно, понимаю, почему они его интересуют. Сейчас уже второй день, да, на первых полосах, ну, как минимум, второй день активно обсуждается определенные действия в акциях Сбербанка. Вот сейчас давайте об этом поговорим. Ну, я прочту вопрос, прежде всего. Добрый вечер, пишет Александр. Каков ваш прогноз по цене обыкновенных акций Сбербанка на открытии завтрашних торгов? Ну, ладно, бог с ним в завтрашнем. И вторая часть. И достижение уровня цены 100 рублей за акцию возможно ли до 1 октября? Ну, видимо, Александр суперспекулянт. Потому что такие, да, такие временные перспективы. Для того, чтобы говорить, это надо быть техническим аналитиком, построить там много-много всяких индикаторов, куда она пойдет. То есть прогноз по цене обыкновенных акций Сбербанка на открытии завтрашних торгов вряд ли мы можем сейчас дать. Я правильно понимаю? Ну, можем сказать, что они как бы будут чуть лучше рынка, может быть, чуть-чуть получше рынка. То есть вот на этой самой идее, правильно я понимаю? Идея какая сейчас основная в акциях Сбербанка? Идея такая, что повысится интерес со стороны инвесторов. Сбербанк уже набрал большие заявки от иностранных инвесторов. Это позитивный момент. Если Сбербанк удачно... Извини, Виктор, я понял, почему он интересуется, а Александр интересуется завтрашним открытием. Сегодня же закрывается реестр, да, книжка, просто не реестр, а книжка предложений вот по этим самым, да? Да, по-моему, превысил спрос, насколько я знаю. Да, в общем, сильно превысило, то есть интерес. Ну, интерес есть, но здесь стоит говорить, что это изменение цены будет не в моменте, а в перспективе, там, на полгода. То есть нельзя сказать, да, что сейчас... Нет, нет, конечно. Как раз я смотрю. Есть спекулятивная игра, если после размещения инвесторы крупные будут позицию свою, ну, как они хотели, допустим, они будут докупать, то есть на рынке им не хватило, и вот они будут... Они будут брать на рынке, да? Это такая идея, ну, вот, я не могу сказать точно, как будет происходить. Я считаю, это несерьезное. Серьезное? Они бы так купили их акции, потому что время было предостаточно, на рынке иди покупай, вот. Ну, как минимум, сейчас вот я в моменте наблюдаю, да, 94,80 стоит одна обыкновенная акция Сбербанка, вот. Что там будет? Ну, будет ли гэп завтра наверх? Не будет. Это дело такое, а вот по поводу сотни, сотни, 100 рублей за акцию к октябрю. Тут есть еще достаточный запас, да, практически 5 рублей. Как считаешь, Виктор, может такое быть к октябрю месяца? То есть осталось меньше двух недель? Ну, если российский рынок начнет подрастать, то... Продолжит подрастать. Да, да, то, конечно. То, конечно, акция Сбербанка наверняка вместе с рынком... Да, вполне возможно, они, может быть, даже будут обгонять, опережать рынок. Я понял. Ну, вот это, собственно, ответ на ваш вопрос, уважаемый наш слушатель. И осталось также не очень много времени. Давайте поговорим о российском рубле. Я, собственно, обрисую картину. Сегодня рубль падал против доллара, против евро, против корзины. Ну, в основном давайте о долларе поговорим. Текущая котировка 30.90. Мы увидели поддержку в районе 30.40, 30.50, пусть будет вот так, да, 30.50. Хороший уровень. И сегодня, собственно, торговались практически с понижением. 31 даже с небольшим в моменте рубль показывал. Какие ближайшие перспективы, Виктор, в рубле? Я думаю, что в ближайшей перспективе рубль будет оставаться 31-32, потому что, во-первых, Сбербанк уже его не держит. Центральный банк. Да. Центробанк его не держит. Он только сглаживает колебания, сильные колебания. А тем более, если рубль будет ослабевать, то это как раз будет на пользу даже нашим производителям, поскольку уменьшается импорт. Я хотел бы напомнить позицию Виталия. Он бы сказал так. А тем более, если нефть будет дешеветь, правильно я тебя понимаю? Да, я согласен. Потому что вот после объявления вот этой такой реакции была первая. Это, наверное, покупка рубля, потому что это сырьевой актив. Да, да, да. Это рисковая валюта. Виталий, извини, прервемся. Послушаем новости в исполнении Насти, а потом продолжим наш разговор. Ну что ж, уважаемые слушатели, финальная часть нашей программы. На финал ФН «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем цены на сырье, на нефть прежде всего. В гостях у меня Виталий Громадин, аналитик институционной компании «Арбат Капитал» и Виктор Марков, старший аналитик «Капитал управления активами». Значит, закончили мы предыдущую часть программы разговорами о будущем рубля. Ну, краткосрочной, среднесрочной перспективе. Виталий, давай, я тебя перебил, продолжи, пожалуйста, свою мысль. Где ты видишь рубль? Я согласен с Виктором, 31-32 за доллар. Потому когда мое видение именно динамики нефти, оно сейчас достаточно негативное. И вот после этой первой реакции по покупке рубля, видно, что нефть дальше явно не пойдет. И, скорее всего, ее текущий уровень достаточно слабый. Вот эта новость о Куе-3, она, конечно, взбодоражила рынок. И это звучало очень все хорошо, но именно... Кстати, извини, пожалуйста, звучало хорошо. Я вот к слову звучало сейчас прицеплюсь. Ты наблюдал вообще, когда выступал Бернанке? Нет, я как раз в отпуск небольшой. Тебе повезло. Ты был в деревне, в деревне нет телефона, телевизора, интернета, да? Серьезно? Согласен. Вот это самое главное. Вот так надо отдыхать. Когда я приехал уже, я так немножко удивился. Немножко сильно удивился. Не, вот так надо отдыхать. Я все время говорю слушателям, да, если вы... Как любят слушатели? Поехал куда-нибудь отдыхать, беру с собой ноутбук и торгую. Ну что за бред? Отдыхать, это значит отдыхать. Уж от рынка прежде всего. Это правильно, Виталий, спасибо. Ну ладно, тогда с тобой обсуждать это бессмысленно. Виктор наблюдал, да, как выступал в Бернанке? Я смотрел записи. Ну, записи тоже было видно. Я вам так хочу сказать. Я, по крайней мере, это почувствовал. У него в глазах была безысходность. Серьезно. Вот я прям смотрел в его глаза, и мне хотелось прям прижать к груди, поцеловать в макушку, сказать, не плачь. У него безысходность была. Такое ощущение, что вот прямо ему сказали, слушай, дружище, вот так надо сделать, иди и скажи это. Вот он говорил. Ну, это мое субъективное мнение, да. Он долго сопротивлялся. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что это не ко времени была новость. Наверняка. И не новость, и вся эта тема затеяна, видимо. Ну, опять-таки, это мое субъективное. Слушателям уважаемые, я напомню, да, радиостанция не отвечает за мои слова. Это мое субъективное мнение. Я увидел у него в глазах безысходность. Ну, продолжай. Тем не менее, что нам ждать с рублем? Ну, да, и я думаю, что много все-таки существующих рисков, они будут влиять на рубль, и он не задержится надолго ниже 31. Наверное, опять снова поднимется вверх, и там и останется. Ну, как помимо внутриполитических рисков, которых там достаточно тяжело говорить, ну, как их оценивать. Вот именно нефть сама, это снова ее, наверное, снисхождение к 100 долларам за баррель, как она будет влиять на курс. Снисхождение, мне очень понравилось. То есть, можно сказать, что это рубль производная от нефти. Нефть растет. Так оно и есть. Рубль укрепляется, и наоборот. Да, да, к сожалению или к счастью, да. Это так. Так, причем для уважаемой спекулянты, да, я надеюсь, вы нас слушаете, мы несколько дней назад как раз отмечали, у нас был коридор, ну, диапазон, да, там, среднесрочный такой, там, внизу 30-80, 31, сверху там, неважно. И вдруг вот этот, ну, по сути, формируется именно прокол такой. Вот я сейчас смотрю на недельный график, да, ну, неделя, правда, сильно закрылась. А вот поддержка 30-50, и от нее сейчас отскакиваем. И вполне логично даже по технике смотреть, что дальнейшее укрепление, ну, именно по технике, да, вряд ли возможно, а если говорить о фундаменте, то действительно, вот она, цена на нефть, вот она стрельнула 116, сейчас начала отскакивать. Сейчас опять на первый план пойдут проблемы еврозоны, а они пойдут, потому что они остались, никуда не делись. Да, Виталий? Да, ничего не решено пока так основательно. Тем более Греция выйдет, не выйдет, никто не знает. Сейчас тройка кредиторов скажет. Да, да. А, сегодня опять в СМИ где-то я читал, что греки, ну, они такие уже, знаете, нашкодившие, нашкодившие. Их уже готовят. Школьники, да, где-то прошла информация такая, кто-то там, видимо, не помню его должность, он говорит, Греция, наверное, не справится с обязательствами, которые говорила, там, по сокращению государства. Наверное, она не справится. Но кто, боже мой, кто-то ждал, что, наверное, она справится. Там у них цифра зашкаливающая, просто сознание теряешь, когда ее произносишь. Вот, и сейчас все это на первый план. Еще одна фраза мне очень понравилась, я хочу ее озвучить сегодня опять в средствах массовой информации. Инвесторы, ну, после того, как мы, да, всю прошлую пятницу вот этот вот вынос был, потом понедельник, он вяло текущий вчера, да, сегодня там по некоторым инструментам коррекция. И фраза такая, инвесторы даже не оценивают. Переосмысливают. Инвесторы переосмысливают, а какой толк в этой программе-то будет? То есть в пятницу не надо было думать, надо было тупо покупать, да, Виктор? Ну, то есть, когда рынок не туда идет, то сразу все переосмысливают. Да, да, да. А почему? Правильно? На туре я кнопку нажал в пятницу, боже, надо переосмыслить мне. Я думаю, для вот спекулятивного такого движения это вот был такой хороший последний шанс вырасти до максимумов новых. Более того, я поздравляю всегда тех, кто успел впрыгнуть в этот паровоз. Там не нужно было ни теханализа, и даже многие вещи вообще вопреки теханализу было, да. Фундамент тоже, ну, вещь такая сомнительная, вроде бы денег больше, давайте тупо покупать. Хотя, с другой стороны, какой толк от этого, непонятно. Паровоз пошел, причем это был такой локомотив просто, я не знаю, с чем его сравнить. Надо было просто прыгать в него. Вот он выскакивает сейчас, да? Да, да, а сейчас все. Ну, большие ребята, они выходят обычно, да, с кейсами. Паровоз остановился, из мягкого вагона и пошел. А мы там, да, под ножку, если успели зацепиться, мы, значит, с нее спрыгиваем. Да, из этого следует, что время все-таки, наверное, для коррекции. Хотя, конечно, не могу так однозначно сказать, но вот по ощущениям... Ну, ты как аналитик никогда не говоришь ничего однозначно. Время для коррекции, да. А ближе к президентским выборам, я думаю, все-таки, ну, как исторически складывается, все-таки рынок, он на каком-то подъеме. Вот, и вот теперь давайте, у нас, значит, в принципе уже, да, заканчивается время практически, да, осталось там немножко. Давайте мы поговорим вот о чем. Значит, кратко и среднесрочные перспективы. Вот сейчас мне понравилась мысль Виталия. То есть он видит дальнейшие движения, ну, мы сейчас говорим в целом, ну, и о сырье прежде всего. Дальнейшие движения следующие. Что где-то в ближайшей перспективе, да, мы увидим коррекцию. Ну, сильную, не сильную, значимую, не значимую, не суть. А потом в преддверии выборов будет, так называемое, президентское ралли, да. То есть накануне как раз шестого ряда. Так ты представляешь это? Да, абсолютно верно. То есть коррекция, она, я раньше думал, что она будет более такая существенная. Сейчас уже предполагаю, что все-таки будут откупать, потому как кое-три... Времени уже практически не осталось. В месяц выкупают, ну, как объем вот этих кое-три, он меньше, чем кое-один и кое-два, там, два раза где-то, ну, то есть по объему денег именно. Но все равно будут откупать, но коррекция, как сказать, более вероятно так смотрится именно сейчас. Логично. После достижения какого-то максимума последнего, такого нового рекорда. Виктор, у тебя какие-то... Ну, если говорить о американском рынке, то там особой коррекции пока нет. Там небольшие колебания, но в целом рынок идет вверх, хотя все говорят, что это спекулятивный рост, который продолжается. Ну, а российский рынок, наверное, он тоже как-то немножко подкорректируется, но в перспективе, я думал, все-таки пойдет. Я где-то слышал, может быть, даже от наших с вами коллег, что в отношении рынка российского, он растет с опозданием, как бы догоняя, да, а падает с опережением. Вот если все-таки говорить о коррекции, вот я сейчас на СИП смотрю, 1457 текущая котировка, открылись с гэпом вниз они, а сейчас немножко пытаются его затянуть. Ну, так все это слабо, это не видится коррекцией. А наш РТС сегодня свечечку такую нарисовал черненькую, мама, не горюй. Ну, я думаю, это как раз вот... Это чувствуется, да, именно, что желание продавать на рынке, оно присутствует. Присутствует. То есть, если вот неделю назад присутствовало, ну, не неделю, сколько там дней назад, присутствовало желание покупать, действительно, потому что все, когда это... Настроены. Да, объявления новостей от Федора и Федора. А потом наш рынок, он очень маленький по стране с американцами. Ну, понятно. И поэтому тут движение намного сильнее. Если кто-то в один большой вышел, да, дверь захлопнула, и все, как в тех фильмах, да, вышел, дверь хлопнула, и стенка обрушилась. Виктор, твое мнение, будет предвыборное, ну, имеется в виду предвыборное американское ралли? Ну, мне кажется, все-таки будет ралли, мы уже наблюдаем, что индекс, американский индекс, они пробивают максимумы, тот же S&P, и технически, ну, если говорить по технике, он спекулятивно хотя бы, но уже смотрит все-таки вверх. Выше. Да, и я думаю, он пойдет выше. Ну, как раз к выборам. Не знаю, корректно, некорректно, какие цифры ты видишь? Я, в принципе, график смотрю, мне проще, да, сейчас еще раз... Ну, мне кажется, еще где-то процентов 5 он может дать. Может сделать, да. В принципе, вот этот максимум, да, докризисный в районе 1570, да, а там уже вот будут смотреть. А там уже... Чего будут? А там уже будет двойная вершина, и... Я вот решила предположить, что все-таки, ну, как, я все-таки вижу, что коррекция будет немножко больше, так, и, возможно, вот, когда уже на ралли этим президентском рынок, он как раз к этому, где-то, к уровню, может, даже ниже, чем текущий, он поднимется. То есть, скажу так, вот за ближайший месяц, пусть будет падение рынка. Скажу, как... Сейчас, да, уважаемые коллеги, не слушай, не видите, точнее, Виталий сейчас разводит руками, пассы делает и говорит, пусть будет падение рынка. Ну, так, как... Более точно, чем обычно говорят аналитики. Ну, а в этом случае тогда выборы пройдут в Штатах, и дальше что мы увидим? Будет это зависеть, по крайней мере, от того, кого изберут американские народы? Да, вот об этом интересно сейчас, наверное, поспорить. Ну, я думаю... Ну, спорить не будем, два варианта. Ну, как вот сказал соперник Обамы, Ромни, то, что, как, сколько, 48% точно проголосуют за Обаму, потому что им нужны вот эти льготы, на которые они живут. А это будет плюсом для рынка, наверное. Это будет плюсом. То есть, с другой стороны, если... Есть такой сценарий, вот Обам и всем... И всем хорошо. Ну, и рынки могут отреагировать позитивом на это избрание. А в случае избрания Ромни, тогда что, это будет негатив для рынков? Это будет никак, но, конечно... Будет война с Ираном, и тогда нефть улетит вверх, и потом... Ну, это не будет каким-то негативом, это просто будет, ну, худшим вариантом. Я понял, смотрите, но, тем не менее, конфликт вообще, да, на Ближнем Востоке, это вопрос открытый и независимый, мне кажется, от того, кого изберет американские народы. Абсолютно ни от кого не зависит. Ни от кого не зависит, согласен. Ну, все-таки республиканские были такие. Извини, пожалуйста, вот мне хотелось бы сказать. Господин Ромни достаточно откровенно сказал по поводу... России. Главы России, ладно. Главы Федрезерва сейчас меня больше его будущее интересует. И, соответственно, его политика, которую он сейчас, да, объявил и, соответственно, проводит в жизни, она может быть и пересмотрена. Вполне логично. Вот вам и мама, не горюй. Это я к тому, как может реагировать рынок на выбор того или иного кандидата. Ну да ладно. Поживем-убидим, я бы в этом случае так сказал. Небольшой анонс, дорогие слушатели, для вас. Жизнь после Госдумы, боже мой. Кто же все-таки проиграл? На этот и другие вопросы Юрия Пронько сразу после выпуска новостей в прямом эфире отвечает экс-депутат Госдумы Российской Федерации Геннадий Гудков. А мы заканчиваем сухой остаток. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Мы поговорили, все было достаточно интересно. Мне так кажется, я традиционно, независимо ни от чего, желаю вам, уважаемые слушатели, успехов на рынке. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго.